Я пришел к нескольким инструментам, ну вот сейчас уже складывая весь свой опыт, к нескольким инструментам, которые сейчас позволяют продать практически любой товар через социальные сети. Это могут быть курсы, это могут быть экскаваторы, это могут быть квартиры, это может быть металлолом, это может быть салон красоты, это все что угодно может быть. Практически, я не знаю, может быть то, что незаконно, наверное, нельзя и не пропустит модерация. Может быть продукты, связанные с сексом, тоже будут проблемы с модерацией, хотя, наверное, не все. Но в целом есть инструменты, которые позволяют при минимальном количестве ресурсов, без денег практически привлекать, большое количество лидов в ваш бизнес. Особенно на этапе старта бизнеса, особенно на этапе, когда вы тестируете нишу, они очень круто работают. Кому интересны были бы такие инструменты, кому интересно было бы услышать про такие инструменты. Окей. А у кого есть реальная проблема в трафике при влечении клиентов? То есть, ну, проблема. Ага. Окей. То есть, интересно было больше ему количества человек, но у них проблем нету. Но интересно. Вот. Один из инструментов, ну, их несколько, я успею сегодня показать, наверное, один, ну и второй, как бы такой будет, легкий, бонусом. Как называется? Называется опросы в ВК, ну, тут написано еще и Инстаграм. Очень простой инструмент, очень простой инструмент. Возможно, кто-то слышал. А кто слышал про этот инструмент? Кому вот уже удалось меня послушать? Ну, вот есть ребята. И я в свое время, когда на него, ну, его протестировал, тогда не было слова квизы. Это сейчас появилось модное слово квизы. Я его услышал на конференции Traffic and Conversion в Сан-Диего, что это называется квизы. Ну, до этого полтора года мы этот инструмент тестировали в разных нишах и в качестве оказания услуг клиентам и сотрудникам, и люди, которые проходили мои тренинги, тоже применяли, и удалось какой-то определенный опыт собрать. Что такое опросы? Вот скажите мне, что вам было бы легче? Вбить фамилию, имя, e-mail, телефон, нажать «Отправить», при этом еще до этого перейдя на другой сайт, или просто поучаствовать в вопроснике, нажать там «Да» или нажать там «Нет», какую-то вот кнопку. Ну, вот сразу смотрите, смотря зачем. Ну, я же простой вопрос задал, а мозг уже усложняет. Смотря зачем. Второй, очень просто. И многие валятся на том, что не понимают, насколько сложно человеку в интернете совершать действия. Вот вы себе представьте, когда вы Инстаграм листаете, ну, как мозг работает. Он что там, суперинтеллектуальный человек, который сидит в Инстаграме. В этот момент мозг притупляется, он доверяет Инстаграму, он смотрит на то, что есть, и как бы может тыкнуть максимум, два раза тыкнуть. Поэтому лидформы сейчас очень популярны тоже. И вот опросники. Но чем опросник даже лучше лидформы? В лидформе ты должен контакты какие-то внести. В опроснике тебе вообще ничего делать не нужно. Ты должен просто кликнуть, ответить, при том таким образом показать свою заинтересованность. Сейчас покажу инструменты, потом отвечу на вопросы, потому что уверен, что их будет определенное количество. Я уже рассказывал не раз про этот инструмент. 80 миллионов рублей на продаже квартир через ВКонтакте, через именно этот инструмент. Жилищный комплекс, молодежный. Что нужно сделать для того, чтобы эту штуку протестировать? Первое, у вас должно быть сообщество ВКонтакте. У кого есть сообщество ВКонтакте? У тебя есть, да, Миш? Я спокоен. Еще раз поднимите руку, у кого есть сообщество ВКонтакте? У кого нет сообщества ВКонтакте еще? Вот смотрите, эта штука нужна чисто технически. Это не значит, что ее нужно вести, не значит, что нужно там даже делать контент. Но просто этот инструмент не запустится технически, если у вас не будет группы, ну просто вот номинально. Поэтому ее нужно создать, желательно как-то аккуратно оформить, даже если нет возможности сейчас сделать дизайн какой-то, ну просто сделать аккуратно. И указать там заголовок, описание компании, чтобы люди могли, переходя на вашу группу, что-то там увидеть. Но совсем не обязательно иметь там какое-то большое количество подписчиков. В принципе, достаточно будет, если там будет ваша мама, ваш сосед и ваш там лучший друг. И этого будет уже окей. Сам инструмент. Делается такой пост. Можете прямо посмотреть. Это скриншоты с реальной рекламной кампанией. Хотели бы вы, и вы задаете вопрос, ну свой оффер даете. То есть хотели бы вы приобрести это, хотели бы вы выучить грузинский за две недели. Вот у меня где-то тоже кейс есть. Парень учился в Акселе. Я не знаю, здесь присутствует или не присутствует. Может, знаете его. У него школа грузинского языка. И он запускал этот инструмент. Он ему дал, по-моему, при затратах 700 рублей, дал ему 500 или 600 тысяч рублей выручки, что тоже классно получилось. То есть здесь вы можете задать любой вопрос в этом посте. Можете предварительно там что-то написать. Ну какое-то интересное предисловие. Какие-то офферы, например. И какие-то так называемые пули, усилители оффера. Какие-то смыслы дописать. Например, ЖК молодежный. И там описать какие-то плюсы. И главный вопрос. Хотели бы вы приобрести квартиру ЖК молодежным? Что здесь? Какие здесь сложности? Люди всегда усложняют. Вот кто особенно сказал, смотря зачем, смотря как. Пишут обычно не в лоб предложение. Не то, что там, хотели бы вы научиться вот этому. Хотели бы вы купить вот это. А начинают писать обтекаемо. Типа, как вам идея? Ну что-то там. Или как вы относитесь? И пытаются вот мягче как бы сгладить момент продажи. Сгладить момент этого предложения оффера. А этого делать не нужно. Чем более конкретный у вас будет здесь заголовок, чем более конкретный будет оффер, тем лучше будет работать. Поверьте. То есть можно прямо сюда даже ценник поставить. То есть хотели бы вы купить квартиру ЖК молодежным за 4 миллиона рублей. И это будет еще даже лучше работать, потому что вы не будете тратить время на тех людей, которые типа, ой, а я думал он стоит 300 тысяч там. Ну вот здесь это не работает, работает конкретика. И дальше идут варианты ответов. Дальше идут варианты ответов. Ну вот здесь, например. Хочу получить скидку на покупку квартиры в панельном доме. 27% ответили. Хочу забронировать квартиру в монолитно-каркасном доме. Там 166 человек. Уже купил квартиру. Хочу получить больше информации ЖК молодежным. И вот такие варианты. Желательно еще, здесь этого нету, вот в этом примере, писать, нет, спасибо, мне это нафиг не нужно. Спасибо, не надо, мне это не нужно. И даже, возможно, их будет там большинство. И слава богу. Вам нужны те люди, которые ответили, да, хочу забронировать квартиру. Да, мне это интересно. И еще одна рекомендация. Писать в вариантах-ответах, да, мне интересно, напишите мне в личку. Да, мне интересно, пришлите материалы мне личным сообщением. Человек сразу моментально реагирует. То есть он реагирует бессознательно, но он считывает и понимает эту информацию. Вот здесь в итоге, ну вот мы видим результаты. И самая классная фишка, как вы думаете, какая, то есть в чем самая простота этого инструмента? Контакт есть, абсолютно верно. Вы можете просто взять, кликнуть на человека, который проголосовал и спросить, здравствуйте, вы действительно интересуетесь этим? Ну, вам действительно это интересно? Или вы просто кликнули? Ну, или просто вы случайно кликнули? Он говорит, знаете, просто случайно кликнул. Хорошо, хорошего вам дня, спасибо большое. Если что, обращайтесь. Мы этого человека отсеиваем. Если он говорит, да, мне интересно, то что происходит дальше? Он попадает в воронку. Дальше работает ваш отдел продаж. Ну, если есть отдел продаж, то дальше работает ваш отдел продаж. Вот. Что получить 80 миллионов рублей, то есть вот проданных квартир через этот инструмент? Но я сейчас общался, они говорят, что весь уже практически жилой комплекс распродали с опросников ВКонтакте. Ну, как бы это к вопросу там о неплатежеспособной аудитории якобы в этой социальной сети. У меня тоже один из основных каналов привлечения трафика – это ВК. Ну, вот так получилось. Я люблю Facebook, я обожаю, мне очень нравится. Ну, вот так получилось, что больше лидов мне дает ВК. И здесь то же самое. Вот, пожалуйста, 40 тысяч рублей при 80 миллионах выручки. Прикольно? Похлопайте хоть. Что нужно сделать? Такие важные штуки. Показываю другой пример, ну и сразу рассказываю, что какие рэперные точки, так скажем, есть. Александр Фефелов, город Владивосток, запчасти на японские автомобили. Шаг номер один. Создать группу ВК. Оформить, заполнить описание альбома ВКонтакте. Видите, как оформлено? Можно ли назвать это круто? Нет. Но это работает. Здесь вот там 55 участников, но это люди, которые с рекламы, они еще и вступают периодически. Потому что рекламный баннер идет, люди просто переходят, еще иногда вступают, пишут в группе, иногда изучают информацию, заходят на сайт, если там есть дополнительная информация. И зачастую с ними даже связываться не приходится, они еще могут сами вам написать быстрее, чем вы им. Потому что они уже как бы видели информацию и решили к вам обратиться. Сделать пост с конкретным обращением к вашему потенциальному клиенту о том, нужен ли ваш продукт. Ребят, очень круто как минимум тестировать новые ниши. Ну, просто посмотреть, хотели бы вы купить персональный коучинг, хотели бы вы обучиться тому, хотели бы вы поучаствовать в таком-то курсе. И вы сразу получаете информацию о том, как, что, куда, и можно уже реально списаться с человеком и договориться о его участии. Шаг номер три. Настроить рекламу созданного поста через рекламный кабинет ВК. Указать в рекламном кабинете настройки, которые соответствуют вашей целевой аудитории. ВК очень круто изменились за последние годы. И если раньше я просто вообще не заходил, на какой-то период времени я исключил для себя, для своих проектов, таргетированную рекламу ВКонтакте. Просто там было супер неудобно, и Фейсбук опережал просто по уровню качества, проще и точнее было. Сейчас ВК изменился. Сейчас практически все функции, которые были в Фейсбуке, есть в ВКонтакте. И вы можете найти очень точно аудиторию. В случае с квартирами, к примеру, там, как вы думаете, какая была целевая аудитория? Все правильно. Молодожены. Как ВКонтакте, вот кто знает, особенно здесь таргетологи, точно есть, как выбрать людей, которые недавно поженились ВКонтакте? Помолвленные, ну а вдруг они недавно, ну не недавно, там давно. Ну да, недавно сменил статус еще вот есть. Недавно сменил статус. Это можно через Церебро Таргет, чуть посложнее тема, да? Ну, кто знает, можете записать, обратиться к специалистам. Через Церебро Таргет можно скачать аудиторию Челябинск от 25, от 27 до 37 лет. Те, кто недавно поставили статус у себя, женат, замужем, вот это отлично работает. Второй момент. У тех, у кого недавно появились дети. Можно скачать аудиторию, то есть айдишки, да? Спарсить, такое есть профессиональное слово, спарсить аудиторию тех, кто недавно, у кого появились дети. У кого связан с детьми бизнес, поднимите руку. Ну, как бы, либо с детьми, либо с родителями, для них какой-то товар, для мам, там, и так далее. Вот отличный способ найти целевую аудиторию и предложить ей что-то, можно очень точно. Если вам нужна блондинка в Бутово, у которой есть маленький пекинес, вы можете найти через Таргет ВКонтакте по всем этим критериям. Ну, то есть нужно покопаться просто и посмотреть. У кого есть уже база клиентов, но очень сложно выделить целевую аудиторию? Ну, типа все. Ну, это вот, ну, типа, не, не у всех. Как это у всех? Нет, я точно знаю свою целевую аудиторию, это точно не все подряд. А у кого-то бывает так, ну, в общем, как бы, сложно понять. Типа мотивационный тренинг, кому он нужен? Ну, как бы всем. Там, мотивация интересна и молодым некоторым ребятам, и спортсменам, и предпринимателям, и людям в возрасте. Ну, как бы, как выделить, кто у нас будет покупать, кто у нас будет более эффективным? Есть такая штука Lookalike. Кто уже слышал про такое? Поднимите руку. Кто первый раз слышит про Lookalike? Ну, для тех… А что я два раза руки поднимаю? Это как? Для тех, кто уже, ну, еще не слышал, это возможность найти людей, похожих на вашу целевую аудиторию. То есть вы загружаете в рекламный кабинет свою базу, он находит вам людей, которые в вашей базе, в ВК. Также это работает и в Фейсбуке, и даже на Инстаграм это тоже можно транслировать. И находит людей, которые похожи по профилю, по поведению в социальных сетях на эту же аудиторию, и в итоге вы получаете рекламу на людей, похожих на тех, кто у вас уже купил. Это замечательно работает, тоже очень круто. В общем, здесь выделяем целевую аудиторию. Опять же, если под пример смотреть, турбины на Mazda CX-7. Как вы думаете, кому нужны турбины на Mazda CX-7? Вот проверка сейчас будет. Владельца Mazda, окей. Сколько процентов владельцев Mazda CX-7 из всех владельцев всех моделей Mazda? Вот сколько процентов? Ну, процента 3, наверное, потому что Mazda очень большой спектр моделей, и получается, смотрите, какая логика. Если у вас 100 тысяч рублей на рекламу, допустим, и вы настроили рекламу на владельцев Mazda, и предлагаете им турбину на Mazda CX-7, сколько у вас уйдет денег в никуда? 98 процентов. Хотя, казалось бы, вроде очевидно, что для владельцев Mazda. Некоторые, особенно девушки, говорят, для владельцев автомобилей. Или для мужчин. Ну да, конечно. То есть здесь очень точно нужно выбирать целевую аудиторию. Если вы делаете, не знаю, какие-то у вас курсы для мам, вы должны точно настроиться на тех, у кого есть дети. Если вы будете показывать курсы для мам мужикам или людям, ну, девушкам, которые еще там далеко до появления ребенка, или наоборот уже неинтересно это, вот, собственно, будет то же самое, как с Mazda. Деньги уйдут никуда. Поэтому нужно очень точно походить целевой аудиторией. Здесь лучше проконсультироваться со специалистом, либо самостоятельно подумать, помыслить, кто является вот вашей целевой аудиторией, и настроить на эту рекламу. Шаг номер четыре. После прохождения модерации, спустя несколько часов, вы уже увидите первых участников вашего опроса. Мы делали такие различные приколы. Ну, я также веду вебинары, марафоны. И у меня в рамках марафона есть такая классная штука. Мы, я обычно провожу марафон вечером, допустим, 8 часов вечера. И в конце, там, первого дня я выбираю людей, говорю, ребят, напишите, кто чем занимается. Я выберу нескольких из вас и запущу сам рекламу. Ну, вот таким образом запущу сам. Ну, так как я веду курсы по продвижению в соцсетях, курсы, как привлекать клиентов через социальные сети, мне выгодно самому показать, что эта штука работает. Я выбираю, допустим, салон красоты, какой-нибудь йога-центр, какие-нибудь там, ну, что-нибудь, и запускаю сам. Притом это обычно запуск у меня происходит, когда я уже вебинар отвел. Это там 23 часа вечера, ну, 11 часов вечера. Я сажусь там запускать, это 12 ночи практически, модерация еще час-два. В 2 часа ночи начинает работать объявление. Ну, работает она там, допустим, сколько там утром я просыпаюсь, у меня, допустим, 177 ответов. Ну, я нажимаю на стоп, потрачено там 700 рублей, например, 1000 рублей. Мне этого достаточно, чтобы показать человеку, что у него там 100 заявок, например. И для многих там за 2 часа это возможность получить столько заявок, сколько за месяц не обработаешь. Ну, единственный момент, что они все равно там остывают, их нужно успевать еще обрабатывать. Нормально? Прикольный инструмент? Нравится? Окей, рекомендация к обработке лидов. У кого такой вопрос появился сразу, заранее? Ну, типа, понятно, что лидов будет много, но а как их обрабатывать? У кого такой вопрос? Поднимите руку. Вот, есть определенные рекомендации. Ну, первое. Есть ограничения на отправку. К примеру, вот в кейсе с квартирами, да, там у ребят 10 менеджеров с 3 аккаунтов, каждый переписывались и вели переписку с теми, кто ответил, да, мне интересно покупка квартиры. С 3 аккаунтов, 10 менеджеров, то есть 30. Почему? Потому что им нужно было много обработать. Это был не единственный опросник. Вы же можете делать несколько опросников самых разных, и у вас огромное количество лидов получается, нужно их обрабатывать. У ВК есть ограничения. Один аккаунт не может писать больше, чем 20 неизвестным людям. Поэтому первое, что вы делаете, это добавляйте в друзья. Потому что друзья можно писать больше 30 даже, то есть чуть-чуть выше статистика. Плюс человека, которого вы добавили в друзья, и если он вас еще добавил или просто заметил где-то, с ним проще завести беседу вам или вашему менеджеру. Лучше это делать с персональных страничек, добавляться в друзья со своих, либо со страничек, которые хорошо оформлены, и это видно, что это не менеджер Сбербанка, знаете, где там нереальная аватарка с Яндекса скачанная и непонятное описание, а видно, что это живой хороший человек. Живой человек, с которым хочется завести какое-то общение. Перед тем, как написать человеку, добавьтесь к нему в друзья, и первое сообщение должно быть не в формате «Здравствуйте, вы интересовались курсом по изучению английского языка? У нас есть специальное предложение для вас? Скачайте промокод». И что будет, если вы таким образом напишите? «До свидания», «Спасибо, нам не надо», «Я там что-то тыкал, это все, мне не надо». Это уже затестировано многократно. Самым простым, самой конверсионной фразой, которую вы в ответ получите, какой-то ответ получите, называется «Вы здесь?» «Добрый день, вы здесь?» Вот эта фраза круто работает. То есть просто человек пишет «Да, что вы хотели, я здесь». «Да, я, ну, что вы хотели?» То есть люди как-то реагируют, потому что они думают, может, вы их старый знакомый, может быть, как-то. Социальные сети – это штука неформальная. Там не нужно использовать формальные лозунги, слоганы, тексты. Там нужно общаться, как будто вот вы… Ну, вот мы здесь общаемся, там, более-менее в неформальной обстановке. То же самое социальные сети. Они придуманы для общения, для друзей, само понятие добавлять в друзья. Там не нужно выдумывать такое. Поэтому можно спокойно начинать с фразой «Добрый день, вы здесь? Как дела?» Вот вы, кстати, тут кликнули на опросник, кликнули, что вам интересно. Вам действительно интересно? Или вы случайно кликнули? Все. И с этого начинается деление людей. Задавайте больше вопросов, спрашивайте, высылайте лид-магниты, например, когда вы с человеком познакомитесь. Давайте мы вам вышлем бесплатно что-то. Окей, давайте бесплатно высылайте, прикольно. И вот с этого можно начать продажу. Это гораздо будет более эффективно. Вот. Так. Что-то хотел сказать, забыл. Что-то хотел сказать, забыл очень важное. А, вот. На мастер-майде, кстати. С одним человеком. Он ведет курсы для дизайнеров интерьера. Один из, наверное, лидер рынка по курсам, обучению, онлайн-обучению для дизайнеров интерьера. И мы с ним сели в Роза Хутор, в ресторанчике, и мы с ним за 5 минут запустили эту рекламу. Нашли какую-то его фотку, вставили, написали что-то типа «Хотели бы вы обучиться и зарабатывать на дизайне интерьера?» И запустили по бухгалтерам. Он сказал, что у него аудитория, те, кто к нему приходят учиться, это, как правило, люди, которые работали на какой-то там скучной достаточно работе, как правило, это банковские служащие или бухгалтера, которые решили сменить род деятельности. И, как правило, от род деятельности приходит мысль «Дизайнер интерьера, почему бы вот не сделать?» Мы запустили за 5, наверное, за 6 минут эту штуку, фотку, оффер запустили в группе. Пока мы ждали пиццу, ее принесли нам, у него несколько ответов уже было. То есть модерацию быстро прошло объявление, и несколько человек уже написали. Он при мне написал «Добрый день, вы здесь?» Ему ответили «Да, здесь». Вы участвовали в вопросе. Действительно вам интересно обучиться дизайну интерьера или вы случайно кликнули? На что в первом случае ему написали, девушка написала «Да, это моя мечта, подскажите, как я могу это сделать?» Сразу. Второе. Второе. Человек спросил «Да, сколько это стоит?» Из двух, из двух, два лида, вот было примерно так. Прикольно? Запустите сегодня? На сегодня я советую реально за обедом просто, даже… Все так говорят, ну вы сами сможете, там ничего сложного такого прямо нету. Если вот… Кто понял, как это делать? Поднимите руку. Вот девушки, кто не понял, мужчины и девушки, кто не понял, как это делать? Познакомьтесь с теми, кто понял. И просто протестируйте, не верьте мне на слово, просто затестируйте как раз. Это к вопросу о том, что кто-то слушает и применяет, кто-то просто слушает. Окей, кейсы. Студия йоги, город Самара. Это вот как раз из тех кейсов, которые я сам выбирал там в начале дня и показывал в конце. Вот смотрите, какие там результаты. Многие люди писали, что к нему уже обратились там, что они уже там закрыли точку B свою там и так далее. 120 лидов, затраты 1800 рублей, цена лида 15 рублей. Вот такая простая штука. Это даже, по-моему, не йога. Я не специалист, поэтому я сам лично подбирал картинки. Сильно не парился вообще. Если бы я запарился, наверное, было бы поэффективнее. Если бы я какую-то картинку прикольную подобрал. Хотели бы пройти индивидуальный курс йоги и повладеть на 4 года за 4 недели. Офер я придумывал. Тут как бы момент такой. Придумать хороший оффер, который реально будет интересен. Участвуйте в опросе. Да, хотел бы заниматься йогой индивидуально с тренером. Хотел бы пройти курсы йоги. Хотела бы, потому что аудитория была женщиной определенного возраста, интересующейся психологией. То есть тоже тут надо правильно выбирать аудиторию. Хочу получить больше информации о йога-центре в Самаре. Нет, не хотелось бы. И тоже есть такие люди. Батутный центр, город Клин. Здесь вообще для меня тоже было одно открытие интересное. 170 лидов, затраты 775 рублей, цена лида 4,5. Лидом я считаю ответ. Но это может быть не совсем корректно. Потому что есть люди, которые просто кликнули. Но и собственно есть люди, которые… Кого было такое? Человек оставлял заявку, вы ему звоните, он говорит, что ничего не оставлял. Гад, вписал email, вписал имя, телефон, ничего он не оставлял. Для таких людей отдельное место, мне кажется, есть в аду. Ну реально столько ресурсов отдела продаж уходит. Вот. Здесь что получилось? Хочу сходить один-одна и хотим сходить к вам к компании, корпоратив, день рождения. Вот это я лично… Это не было в продуктах батутного центра. Это лично мой интерес. Я подумал, блин, а интересно, а вот зайдет, не зайдет. Хотим вам сходить к компании. И наверняка им будет круто. Я за них подумал, что это будет им выгодно. Потом, ну эти ребята просто были мои фанатами. Они мне звонили, говорили, Александр, вы просто поменяли там наш бизнес, там с ног на голову. Мы начали корпоративы продавать. А корпоративы, вы сами понимаете, что там вместо одного человека приходят сразу 20-30 там в батутный центр. И они от этого гораздо больше зарабатывают. И здесь у них, даже с этого опроса, у них очень круто с корпоративами сработало. То есть большой чек тоже хорошо продается. Это и на квартирах было понятно, и на батутном центре. Также еще у меня были кейсы, я отсюда удалил, чтобы время не занимать. Ну там, кинологический центр, город Тверь, что ли. То есть можно было собачку взять там или обучить ее. И там такая собачка стоит. Я подобрал фотографию, где собачка стоит там на задних лапах. И написано, хотели бы вы обучить своего питомца пяти классным трюкам за неделю или за две недели. Ну это реальные цифры, это реальный оффер. И настройка была, как вы думаете, на кого? Как вот просто вот сейчас спроецируйте, на кого нужно настраивать рекламу? На владельцев собак? Молодец. Я просто взял город Тверь выбрал и взял там любителей пекинесов. Пекинесы, доберманы, французские бульдоги. В общем, взял просто фанатов пород в собак и отделил это городом. И тоже конверсия была просто бешеная. То есть практически все, кто отвечали, да, мне интересно, в итоге потом становились клиентами этой компании. Круто? Понравилось? Окей. Еще, ну, такой как бы похожая история. Она в Инстаграме работает. Единственное, что ее таргетировать нельзя, хотя сейчас вроде как можно. Подскажите мне, кто рекламой в Stories занимается активно. Можно сейчас запускать опросники в Таргет? Не у всех. Ну, у кого-то можно, видимо, раз не у всех. Здесь работает на вашу базу, на вашу аудиторию. Вот один из таких людей, кого, наверное, вы знаете, это Алексей Воронин. Я ему эту штуку подсказал, он применил и применяет до сих пор. Это просто спросить людей, типа, хотели бы купить вот это в Stories? Вот пример здесь на футболке. Хотели бы вы купить футболку за полторы тысячи рублей? Да, нет. Чем максимально конкретный оффер, тем максимально теплая аудитория. Ну, кто-то ответит нет, кто-то ответит да. В любом случае вы можете посмотреть. Самая главная фишка опросов, что всегда есть возможность считать контакты. Всегда есть возможность перейти, посмотреть. 62 человека ответил да. Кто ответил? Написать им в личку можно написать без проблем. У Инстаграма нет таких жестких, кстати, моментов по написанию. То есть вы можете общаться без проблем. И еще один феномен Инстаграма, то что люди начинают сами писать раньше, чем вы им напишите. То есть зачастую, когда есть такой опрос, они понимают, что у вас есть этот продукт, что вы продаете его за такую-то стоимость. Как правило, этот оффер должен быть интересен. Не просто, типа, хотите вот это купить, а хотите ли купить это с такой-то скидкой? Или хотите купить это, бонусом получить то? Или хотите ли купить с первого по десятое, пройти курс за полцены или получить два по цене одного? Людям это уже интересно. Они могут написать еще и в личку сами, даже не дожидаясь, пока ваши менеджеры спишутся с этим людьми. Очень круто оправдывает все вложения и трудозатраты. А тут даже больше пугают не денежные затраты, потому что их нет по факту, а трудозатраты, потому что нужно писать людям. У кого такая мысль появилась, что надо же с ними переписываться, надо же им писать. Большой чек, когда что-то продаете с большим чеком. Я так, по-моему, продал… Я две франшизы точно так продал. У меня цена франшизы за 590 тысяч рублей, и они зашли в опросник. И через опросники, когда мне нужно протестировать какую-то новую фишку, новый продукт, самый простой способ и самый быстрый способ за 2 часа это сделать. Окей, похлопайте, кто это реально применит сегодня. И… Красавчики. Красавчики. Еще одна фишка. Хотите, расскажу? У меня осталось как раз 5 минут. Не слышу. Супер, окей. Смотрите, взаимный пиар. Простая, казалось бы, вещь. Что будет, если тысяча человек расскажет о вас в своих сторис, например? Круто будет? Кто понимает, что, скорее всего, он от этого получит какие-то ресурсы хорошие. Клиентов, деньги, сотрудников, партнеров и так далее. Может, кто-то подойдет в сторис, расскажет о том, что вы ищете жену, или кто-то ищет мужа, и вы можете найти муж или жену. Но вот тысяча человек – большая цифра. И первый вопрос, который возникает, типа, а как я сделаю эту тысячу? И тысяча – это много. Это нужно париться, это нужно что-то делать. Но если так вот посчитать, то это всего… Ну, если за год взять и разделить, то это 3-4 человека в день. Вот смотрите, сколько здесь человек в этом зале? Ну, человек 200, наверное, сейчас, в данный момент. В аншлаг, когда у нас после обеда было там 300-400. Сколько здесь контактов на взаимный пиар можно взять? У кого больше тысячи подписчиков? Поднимите руку. Посмотрите вокруг. Не опускайте руку, посмотрите вокруг. У кого больше 10 тысяч подписчиков? У кого больше 50 тысяч подписчиков? Ну вот ресурс, которым мы зачастую не пользуемся, недооцениваем и ничего не делаем. Хотя на это не нужно никаких денег, нужно просто обменяться. В чем тут есть проблемы и траблы? Подойти к человеку и сказать, можешь обо мне рассказать в сторис? Ну, несколько некорректно. Я знаю, к Маше очень много подходят с таким вопросом. Разные люди. Это несколько некорректно. Но очень даже корректно, когда вы начинаете рассказывать о людях в своих сторис. Когда вы начинаете рассказывать. Во-первых, Инстаграм реально вас повышает в рейтинге количество взаимодействий с ссылками, которые вы указываете в Инстаграм. То есть вы сняли человека, указали его ссылку, люди на нее начинают кликать. Чем чаще они на нее кликают, тем сторис у вас чуть больше охват. Идет взаимодействие, идет переход по этой теме. То есть вам это уже выгодно изначально. Второй момент. Как вы думаете, человеку, которого вы о нем рассказали и круто его презентовали в своем сторис, например, будет ли ему легче сделать ответочку? Ну, гораздо проще. 99% конечно. Ну, не 99, но 80%. Но не нужно думать о тех, кто не делает. Окей, ты сразу получаешь балл в карму, что ты такой красавчик, помог человеку реализоваться. Ну, не сделан, это его как бы внутренние моменты. Может, либо это его бизнес, он там парится сильно, либо у него какой-то свой внутренний барьер, чтобы как бы тебя не прорекламировать, ну, свои какие-то заморочки. Но тебе не нужно заморачиваться самому. Будет открытым человеком, рассказывая о людях, и у тебя всегда будет 3-4 человека в день, кто расскажет о тебе. И даже если у тебя не будет там огромного количества подписчиков, в любом случае, те ресурсы, которые ты мог бы получить, ну, будет больше, если ты этого не сделаешь. Что обсудить с партнером по взаимопиару? Ну, здесь такой длинный список, я просто короче скажу. Не обязательно, что этот взаимопиар будет мгновенный. То есть вы сейчас сняли сторис, типа ты сейчас вот прям сними про меня. Нет, вы можете просто обменяться контактами, сказать, слушай, а ты можешь обо мне рассказать через день, через два? Ну, если это составить в план, еще передать ассистенту, вообще будет проще. Вообще будет проще. Кто когда-нибудь, такая мысль появлялась, написать блогерам и купить у него рекламу? Ну, у кого такая мысль была? Окей. У кого такое было, что лень самому писать, договариваться, там, вести учет? Ну, то есть самый простой способ доверить ассистенту. Она спишется, она договорится, она спросит, кто-то откажет без проблем, кто-то согласится, но результат с этого какой-то будет гораздо больший. Так, вот когда согласовали пост, как формат, какие-то вещи обсудили, когда идет речь там о блогере за деньги, вы можете и покупать, в принципе, упоминание о себе. Это тоже нормальная история, нормальная практика, скупать просто рекламу блогеров в сторис, в постах, заранее обсуждая, что конкретно он скажет. Если вы платите деньги, вы имеете право это обсудить без проблем. Ну, и если вы бартер делаете какой-то, даже если вы начнете с таких же людей, у которых столько же подписчиков, это тоже будет очень круто, потому что сейчас Инстаграм как работает? Чем больше у тебя подписчиков, тем меньше процент охвата на этих подписчиков. И люди, у которых там 5 тысяч, 10 тысяч иногда охват имеют больше, чем те, у кого 50. Такое тоже встречается и бывает. Виды взаимопиара, сторис, посты, марафоны. Вот одна из последних фишек, которую я заметил, сам еще не успел применить. Это когда объединяются 5-6 спикеров, рассказывают о себе, проводят какой-то отдельный марафон. Чем мне нравится больше, чем гивы, потому что марафон предполагает какое-то активное участие человека в этом. Он не предполагает выигрыш там ноутбука, красного Гриндвагена или чего-то еще. Сознательные люди, которые хотят пройти какой-то марафон, обучающий курс, тем более являются целевой аудиторией для тренингов, собираетесь пятерочкой, друг про друга рассказываете, проводите вот эти марафоны, где прямой трансляции в Инстаграме, например, обмениваетесь, получается, с подписчиками. Тоже очень классная штука. Я вот обязательно, наверное, скоро проведу, может, где-то напишу об этом.